Ставка, сделанная на Скумбрию, выиграла. Коммунистическая партия коммунисты России прошла со своими списками в законодательные собрания пяти регионов. Партия, которую называли спойлером КПРФ и кремлевским проектом, доказала свою самостоятельность. В 73-м регионе, правда, в парламенте ее будет представлять всего один человек. Однако при существующем раскладе политических сил в новом ЗСО его голос будет очень важным. Это признают коммунисты. Придется так или иначе вступать в коалиции. Но вот с кем? Основную массу людей, которые, допустим, от КПРФ, мы их не знаем. И не знает их, в общем-то, ульяновская публика, по большому счету. Потому что эта партия прошла, в общем-то, как и мы, отчасти, как и другие, на волне этого протеста антипенсионного и других антисоциальных вот этих законопроектов. Пока партия не определилась, кто же будет ее представлять в законодательном собрании области. Это решит ЦК партии. Мы, в общем-то, готовы стать некой такой площадкой для диалога, чтобы не превращалась эта вся ситуация в сведение личных каких-то счетов. Как это зачастую бывает, даже вот в нынешнем составе, вот еще предыдущем, так скажем, составе законодательного собрания. Партия с Кумбрией готова всех помирить, руководствуясь ленинским принципом «врось идти, вместе бить». Тем не менее, на пресс-конференции нам подтвердили, что заявленной программы партия будет придерживаться в любом случае. Кстати, победа в пяти регионах стала для политиков неожиданной. Например, в Иркутске партии предложено 9 мест в органе законодательной власти, тогда как список партий всего 7 кандидатов. Посмотрим, что может дать Скумбрия, как ее называют в народе, населению Ульяновской области. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова